К Земле приближается гигантский космический монстр размером с пирамиду Хеопса. И имя этому монстру – Апофис. В пятницу 3 апреля 2029 года астероид сблизится с Землей на опасное расстояние. При столкновении с камнем случится взрыв, равный по своей мощности 15 тысячам бомб, сброшенных на Хиросиму. Такого не случалось со времен вымирания динозавров. Апофис – астероид, названный в честь древнеегипетского бога хаоса и тьмы. Впервые был обнаружен 19 июня 2004 года в обсерватории Китпик в Аризоне. Сразу же после открытия НАСА назвало астероид одним из наиболее опасных для Земли. Чтобы вы понимали, почему, Апофис – это не просто затерявшийся в космосе булыжник. Это огромная каменная глыба, которая запросто может столкнуться с нашей планетой. Длина астероида составляет 340 метров, что сопоставимо с длиной трех футбольных полей или Эйфелевой башни. Весит тело 60 миллионов тонн. Вскоре после открытия исследователи рассчитали орбитальную траекторию Апофиса и выяснили, что он пройдет рядом с Землей в 2013, 2029, 2036 и 2068 годах. Однако, несмотря на расчеты, элемент непредсказуемости все же остается. Ведь в отличие от многих других собратьев, Апофис постоянно меняет свою орбиту, что делает его гораздо страшнее любого другого астероида. Согласно подсчетам ученых, при столкновении с Землей Апофис может выделить до 1717 мегатонн энергии, что в 30 раз превышает взрыв мощнейшей термоядерной бомбы, взорванной в СССР в 1961 году. Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения при этом достигнет магнитуды 6,5, а скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду. Словом, последствия будут чудовищными. При падении на поверхность Земли подобная глыба означает катастрофу как минимум континентального масштаба. А последствия такого удара в той или иной степени ощутили бы все жители Земли, независимо от того, куда бы приземлился космический объект. Надо сказать, неожиданные рандеву с космическими телами всегда влияли на ход истории, начиная с момента формирования нашей планеты. Самым первым значимым столкновением было столкновение с Теейей. На заре зарождения Солнечная система была местом хаотичным и жестоким. Так, около 4,5 миллиардов лет назад, когда Земля находилась еще в зачаточном состоянии, она столкнулась с протопланетой Теейей. Крупные астероиды в диаметре редко превышают десятки километров. Тея же была размером с Марс. Удар привел к разжижению Земли до самых глубин. В результате столкновения поверхность нашей планеты была расколота. Устойчивое положение первого земного материка было нарушено, и после этого континенты принялись дрейфовать. Сама Тея была в значительной степени уничтожена столкновением. Земля же в течение ста лет была окружена кольцом обломков. Под непреодолимой силой гравитации выброшенные на орбиту остатки начали слепаться, в конечном итоге сформировав Луну. Не менее масштабной была астероидная бомбардировка. Около 3,9 миллиарда лет назад внутренние тела Солнечной системы испытывали интенсивную астероидную бомбардировку. Она изменила земной ландшафт и химический состав атмосферы. Сталкиваясь с Землей, астероиды разогревались до нескольких тысяч градусов и запускали целый ряд химических реакций, которые приводили к образованию азотосодержащих органических соединений, синтезу метана, формальдегида и длинных органических молекул. В самом объекте при остывании образовывались соединения углерода. Все эти вещества могли послужить материалом для зарождения жизни. Как видите, в ранние годы своего существования Земля подвергалась множественным столкновениям с гигантскими древними астероидами. Однако, если в прошлом такие пересечения влияли на формирование планеты и ее способность поддерживать жизнь, то в настоящем же любые даже самые малые столкновения приведут к уничтожению этой самой жизни. Самый яркий пример – Чиксулубский астероид. Камень, который привел к крупнейшему массовому вымиранию в биосфере Земли. 65 миллионов лет назад на рубеже между Мезозойской и Кайнозойской эрами крупное космическое тело около 10 километров в диаметре упало в районе современного городка Чиксулуб на полуострове Юкатан и образовало кратер диаметром 180 километров. Чиксулубский астероид попал в воду, вызвав череду стометровых цунами, простирающихся от юго-востока Мексики до Техаса и Флориды. Взрыв отбросил осколки астероида так далеко, что они ненадолго покинули атмосферу, прежде чем упасть обратно на Землю. Упавшие раскаленные куски нагрели поверхность Земли и вызвали лесные пожары. Затем последовали глобальные землетрясения и извержения вулканов. Облако перегретой пыли, пепла и пара покрыло всю поверхность планеты и в течение следующих 10 лет Земля была закрыта от прямых солнечных лучей. Температура снизилась, фотосинтез был прерван, пищевая цепь нарушена. Этого оказалось достаточно, чтобы уничтожить 95% всего живого на Земле, в том числе и динозавров. Еще один пример – Тунгусский метеорит, который приземлился в районе реки Подкаменной в 1908 году. Сибирскую тайгу потряс взрыв мощностью порядка 50 мегатонн. Такая мощность соответствует взрыву водородной бомбы. Последовавшая за взрывом взрывная волна была зафиксирована обсерваториями во всем мире. Огромные деревья на территории 2000 квадратных километров от предполагаемого эпицентра оказались выворачены с корнем, а в домах жителей не осталось ни одного целого стекла. После этого в течение еще нескольких суток небо и облака в этом районе светились. Еще одно страшное космическое вторжение произошло в феврале 2013 года в окрестностях Челябинска. 17-метровый метеорит массой порядка 10 тысяч тонн вошел в атмосферу Земли на скорости около 18 км в секунду. Спустя 32 секунды метеорит разрушился. На высоте 15-20 км произошел взрыв. Ударная волна выбила стекла в сотнях зданий. Осколками было ранено свыше 1,6 тысяч человек. Однако все это ничто по сравнению с тем, какие последствия ждут людей, если на Землю упадет апофис. Для сравнения, размеры Тунгусского метеорита составляли 50 метров. Апофис же в 7 раз больше. Если он столкнется с Землей, последствия будут глобальными. Конечно же, возникает вполне логичный вопрос. Сможем ли мы защититься от космического монстра? Есть несколько способов предотвратить падение астероида. Астрономы делят их на грубую силу и мягкую силу. Выбор зависит от объекта, с которым человечество имеет дело. Если это достаточно известное и хорошо отслеживаемое небесное тело, вроде того же апофиса, то против него стоит использовать мягкую силу. Например, в ход можно пустить так называемый гравитационный тягач. Процесс происходит следующим образом. Космический аппарат приближается к астероиду. Затем контроль орбиты прекращается, и буксировщик начинает свободно падать на объект. После этого двигатель вновь запускается, и буксировщик тянет небесное тело в нужную сторону. Однако минус такого метода в том, что на это требуются долгие годы, а в случае внезапного обнаружения угрозы, у человечества будет в распоряжении максимум полгода. Конечно, в экстренном случае можно применить грубую силу. Например, существуют проекты обстрела крупного тела очередью из десятка тяжелых кораблей или ракетных ступеней. Но и это тоже довольно сомнительный способ, так как после такой процедуры астероид разрушится на множество частей разных размеров, и внушительная часть этих осколков понесется в сторону Земли. Существует еще один вариант. С помощью специальных двигателей пригнать к окрестностям Земли какой-нибудь небольшой астероид и заставить его вращаться по удобной орбите. Затем основной объект перенаправить к этому небольшому астероиду в качестве снаряда. Опять же, чтобы это реализовать, нужно потратить много лет и денег. К тому же вероятность того, что поблизости окажется второй астероид, довольно мала. В общем, в теории способов защитить планету от астероида достаточно много. Однако никто не знает, насколько они удачны на практике. Поэтому опасение о том, что же нас ждет, если планетарная оборона не справится с задачей, по-прежнему остается актуальной. Какими будут последствия удара? И сможем ли мы пережить катастрофу? Ведь при падении Апофиса на Землю случится взрыв, равный по своей мощности 15 тысячам бомб, сброшенных на Хиросиму. Возможно, несколько сценариев. Если астероид угодит в материк, то на его поверхности образуется ударный кратер глубиной 400-500 метров и диаметром до 5 километров. Возникшая ударная волна сравняет с Землей весь район, убив при этом миллионы людей. Она уничтожит все жилые строения на расстоянии 50 километров от эпицентра. Здания, не обладающие прочностью кирпичного дома, будут разрушены на расстоянии 100-150 километров. Деревья будут вырваны с корнем. К счастью, вероятность того, что Апофис поразит населенный пункт, невелика. Это связано с тем, что вода покрывает около 75% земной поверхности. Поэтому с точки зрения статистики, наиболее вероятно, что Апофис приземлится именно в океане. В случае, если падение Апофиса произойдет в центре океана, образуется воронка глубиной 3 километра и диаметром 8 километров, от которой во все стороны разойдутся волны цунами. При этом шторм продлится несколько часов. Но этого будет достаточно для серьезных последствий. В результате побережье Калифорнии попадет под удар 20-метровых волн, которые в течение пяти дней будут бомбардировать материк. Если же тело упадет ближе к материку, то высота волны недалеко от берега будет достигать 500 метров. А серия вызванных гигантских цунами может стереть с лица Земли все западное побережье Северной Америки. Однако, в какую бы точку планеты не приземлился астероид, в результате удара пыль поднимется на высоту в несколько километров, а затем окутает планету. Облако из взлетевших в атмосферу частиц будет блокировать солнечные лучи. Температура на планете повсеместно снизится едва ли не до арктической. Наступит эффект ядерной зимы. Глобальное похолодание климата приведет к сокращению производства сельскохозяйственной продукции и жестокому голоду. Все это будет сопровождаться болезнями и массовым вымиранием растений и животных. Население Земли значительно сократится. Однако некоторые ученые убеждены, что и это далеко не все. Они считают, что кроме землетрясений, цунами и эпидемий, которые принесет Апофис, мощнейший удар астероида может изменить ось вращения Земли. Это значит, что вращаться вокруг своей оси наша планета будет не за 24 часа, а на 3 часа меньше. Такое изменение может привести к тому, что на планете начнутся новые глобальные катастрофы. Ось планеты сдвинется, и Земля начнет смену магнитных полюсов. В это время магнитосфера планеты на некоторое время исчезнет, и на нее обрушится поток космических лучей. Смена полюсов также может обернуться авариями на высоковольтных линиях и сбоями в работе спутников. Конечно, это далеко не самый худший из возможных вариантов катаклизмов. Ведь в космосе есть явления куда похуже. Например, черная дыра, которая летит по Млечному пути со скоростью 45 км в секунду и, судя по всему, направляется к нам. Блуждающий монстр в 7 раз тяжелее Солнца. Поэтому если эта черная дыра доберется до Солнечной системы, она постепенно поглотит ее вместе со всем содержимым. Или вот еще один ужас из космоса – сверхновая. От вспышки близлежащей гибнущей звезды все, что находится в зоне поражения, будет уничтожено интенсивными волнами излучения. Однако катастрофические последствия на Земле были бы неизбежны, даже если бы вспышка случилась на расстоянии 3 квадриллионов километров от планеты. Космические лучи проникли бы в тропосферу. Общий уровень радиации втрое превысил бы существующие показатели. В конечном итоге подобное происшествие привело бы к появлению мутаций и образованию новых форм организмов. В общем, приятного было бы мало. Однако, возвращаясь к Апофису, насколько реально угроза? Действительно ли 340-метровый астероид столкнется с нашей планетой? После проведения наблюдений при помощи радарных установок группа ученых исключила вероятность столкновения метеорита с Землей. Они пришли к выводу, что по меньшей мере, в ближайшие лет сто, об этом в небесном теле можно не беспокоиться. Согласно расчетам 3 апреля 2029 года, Апофис лишь на время окажется в точке максимального сближения с Землей. Расстояние между ними в этот момент составит от 31 до 38 тысяч километров. Это примерно одна десятая расстояние от Земли до Луны. В этот день астероид будет виден с Земли невооруженным глазом в Азии, Африке, Австралии и некоторых странах Европы. Но все же не стоит упускать из виду различные варианты принудительного отклонения Апофиса от курса. Например, следует брать в расчет так называемый эффект Ярковского, при котором солнечные лучи падают на одну сторону астероида. За счет теплового излучения от нагревшейся днем и остывшей ночью поверхности астероида появляется реактивный импульс. Он придает телу дополнительное ускорение. Этот эффект приводит к тому, что Апофис отклоняется от расчетной траектории примерно на 170 метров в год. При этом астероид постепенно сближается с нашей планетой. Следовательно, вероятность его столкновения с Землей несколько выше, чем предполагалось ранее. Более того, даже самые опытные астрономы могут допустить ошибку в расчетах. Да и планетарная оборона может подвести, потому что радиолокационные системы обнаружения астероидов, хотя и развиваются, но дальность их действия пока что небольшая, из-за чего об угрозе мы узнаем лишь за несколько минут до падения астероида. Так что если вдруг ученые заметят, что смертельный астероид направляется в сторону Земли, катаклизм вряд ли удастся предотвратить. Несмотря на то, что астрономы тщательно пересчитывают угрожающие Земле тела, к неприятным сюрпризам нужно быть готовым всегда. Ведь даже если нам удастся избежать столкновения с Апофисом в 2029 году, это вовсе не значит, что астероид обойдет нас стороной в будущем. К тому же, сколько еще угроз подстерегает нас в таинственном и безграничном космическом пространстве, и о скольких других подкрадывающихся опасностях мы даже не догадываемся. На этом у нас все. Всем хорошего настроения и до встречи!